Я обещал, что построю неразрешимое перечислимое множество. Ну, вроде бы, что-то делал, а построил или нет? Рассказывает, делать уже ничего не надо, на самом деле я все построил, да, просто я сформулирую. Смотрите, множество таких натуральных чисел K, что FKD от K существует. Ну, то есть этот алгоритм заканчивается, определено, если говорить, что FKD от K определено. Ребята, это, разумеется, перечислимое множество. Почему? Потому что вы запускаете вычисление F1 от единицы, потом запускаете F2 от 1, F1 не останавливает, потом F3 от тройки и так далее, FKD от K, все, вы каждую секунду добавляете новое вычисление, старое не останавливает, и когда кто-то из них посчитал, он говорит, что он, значит, вот мы одно нашли, потом второй нашли и так далее. Это перечислимое множество. А вот если бы оно было разрешимое, то это бы не означало, что мы умеем определять, FKD от K определено или нет. И в таком случае мы получили бы вот это продолжение. Таким образом, вот оно, множество тех, значит, величин, когда FKD от K, это множество является перечислимым, но при этом оно является каким-то нервнейшим. Отлично. На самом деле, с этой диагональю можно очень много играть. Например, есть такая штука. Можно построить не одно перечислимое множество, а можно построить бесконечно много таких перечислимых множеств, что они будут не пересекающимися, и при этом они будут неотделимы. Вот еще одно забавное понятие, что такое нельзя отделить. одно перечислимое множество от другого. Представьте себе, множество А, некоторое множество брали перечислимое. Множество В, перечислимое. Множество В тоже перечислимое. Вопрос. Можно ли, всегда ли можно, придумать алгоритм, который будет давать единицы на элементах А и, может быть, еще на каких-то, а на элементах В и, может быть, еще на каких-то, будет давать в том, можно ли разрешимым множеством отделить множество А от множества В. Как вы думаете, можно придумать два перечислимых множества, чтобы они были неотделимы. Удивительным образом оказывается, что очень даже. Более того, можно придумать даже бесконечно много. Можно придумать множество, у один, у таких, там, не знаю, А1, А2, А3 и так далее, АН и так далее, что любые два из них будут неотделимы. И при этом эти множества будут не пересекаться. Подсказка. Ничего, кроме вот этой диагонали, на самом деле, надо чуть-чуть изменить определение функции Ж. Мы сейчас придумаем два множества, которые нельзя отделить друг от друга. Два перечислимых множества. Одно множество А, какое множество В. но при этом не будет существовать алгоритма, который все натуральные числа делит на скорее Ашные и скорее Бшные. То есть, которые сразу сработают и вот везде, где А, и еще, может быть, на каких-то скажут единицу, а везде, где Б, еще, может быть, на каких-то скажут ноль. Здесь у нас было множество тех К, для которых ФКД объединены. Было такое? Примечательно. А теперь давайте я возьму например, такое множество. Множество А1. Это есть множество тех К, для которых ФКД от К равно и А второе. Это множество тех К, для которых ФКД от К равняется ОЕ. Заметьте, ничего хитрого я не написал. Просто, в принципе, можно себе задать вопрос ФКД от К где-нибудь равно единицу? Можно себе задать вопрос ФКД от К равно вольте? То, что эти множества не пересекаются. Понятно? Если значение определено, то не может быть все равно или один или вольт. То есть, это не пересекающиеся множества. Так вот, давайте погуляемся их использовать в качестве этих самых А и В. Отлично. Вместо А я пишу А1, вместо В я пишу А2. Вот это два не пересекающихся внимание, перечислимых множества. Потому что вы уже помните, что ФКД это мечтимая функция, все замечательно, читаем, читаем, читаем. Хорошо? А теперь вопрос. Вот представьте себе, что есть такая процедура, которая дает единицу. Давайте вот это множество будем обозначать С, которое содержит А1. А, соответственно, N без С, это множество, которое содержит А2, дает историю. А1. 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 в каких случаях выдают нам. Замечательно. Догадайтесь, что куда написать? 1 и 0. Что написать? 1 и 0. Вот сюда написать что? 0. Нет, не 0. 1 и 0. 2. Догадайтесь. Вот эта штука это когда А1, когда ФК, это равна единица. А. Что вы хотите? Вы хотите получить противоречие? Ну, 2. 2, конечно. А что сюда написать? 1. 1. Господа, мы опять применили диагональный метод. Мы построили удивительную функцию. Посмотрите. Она вычислима. Если у нас вот это множество С разрешимое, то тогда есть алгоритм, который нам это дает. Она вычислима. А как любая вычислимая функция, она представима в каком-то вот таком виде. У нее есть какой-то номер в той нумерации. Это какая-то ФМ-ная от К. Замечательно. Если у нее есть номер, то, соответственно, мы имеем право подставить сюда, вот этот самый номер, сюда вместо К. И мы получим потрясающую вещь. Знаете, что мы получим? Мы получим, что ФМ-ная от М равно двойке ну, вернее, какие возможные ситуации? Либо ФМ-ная от М вообще не определено, в таком случае у нас будет проблема с тем, что функция вот эта определена. Поэтому плохо. Либо оно не равно ни единице, ни двойке. Тогда опять будет проблема, потому что наша функция равна ни единице, ни двойке. Если она равна единице, то в таком случае будет беда, потому что, когда она равна единице, то К принадлежит С. И она, это равна двум, а это единица. Точнее, или, наконец, она равна двум. Если она равна двум, то тогда мы с ней не принадлежим. А если не принадлежим, то функция равна единице. Ребята, я только что доказал существование двух неотделимых перечислимых множеств. То есть, смотрите, для одного множества есть процедура, которая выписывает его элементы. Для другого множества есть процедура, которая выписывает его элементы. Оба множества, конечно, бесконечны. Но при этом не существует способ при помощи алгоритма разделить натуральный ряд на те, которые скорее из этого множества и те, которые скорее из другого множества. Так, теперь догадайтесь, что нужно сделать, если мне потребуется бесконечный набор таких неотделений. Нужно вместо А1, А2 рассмотреть что? А1, А2. А1, А2, А3 и так далее. А 2018 там, где вот здесь будет 2018 и так далее. И для всех ровно такое рассуждение проходит. Таким образом существует одновременно бесконечное множество таких штук. Так, на самом деле я совершенно сознательно сейчас не полез в теорию дьоделя, в какие-то более сложные вещи, потому что у меня просто шансов не было это успеть. На самом деле за один раз и не стоит это успевать, потому что иначе будет взрыв. но еще парочку простых упражнений я успею сделать.